Ариадна Владимировна Тыркова, Вильямс, ноября 1869 года, Санкт-Петербург, 12 января 1962 года, Вашингтон, деятель русской дореволюционной либеральной оппозиции, член ЦК Конституционно-демократической партии, писатель и критик. Биография родилась в старинной новгородской помещичьей семье. Революционерка С. Али Шерн фон Герцфельд, двоюродная сестра-матери А. Тыркова Вильямс, училась в Санкт-Петербурге и в гимназии княгини Аболенской вместе с Н. Крупской. Затем в 1889 они одновременно поступили на Бестужевские курсы. В своих воспоминаниях она писала, в 1890 вышла замуж за инженера кораблестроителя Альфреда Николаевича Бормана. От этого брака родились сын Аркадий и дочь Соня. Через семь лет супруги развелись. Зиму 1902-1903 года прожила в Ярославле, печаталась в Ярославской газете «Северный край». Осенью 1903 году арестована за попытку контрабанды 400 экземпляров журнала «Освобождение» Петра Струве. Суд приговорил Тыркову к 2,5 года тюрьмы. Однако из-за болезни руки она была освобождена под залог и вскоре нелегально эмигрировала через Швецию в Штутгарт, где находилась редакция журнала «Освобождение», с сотрудниками которой Тыркова тесно общалась. В редакции журнала «Освобождение» познакомилась с корреспондентом английской газеты «Таймс» Гаральдом Вильямсом, оформила брак с ним в 1906 год. После амнистии, объявленной манифестом 17 октября 1905 года, возвратилась в Россию член партии кадетов, член ЦК партии кадетов. Как журналист, сотрудничала с изданием «Приднепровский край». Позднее работала редактором таких журналах и газетах, как «Нива», «Русская мысль» и «Вестник Европы». Издала романы «Жизненный путь» и «Добыча», сборник рассказов, книгу Анны Павловны «Философовы и ее время», сборник кощерков «Старая Турция и младотурки». Во время Первой мировой войны работала во Всероссийском союзе городов, организовывала санитарные отряды, заведовала хозяйством в одном из них. Выезжала в районы боевых действий в 1917 году, после февральской революции, гласная Петроградской городской думы. С 1918 года в эмиграции в Англии. В июле 1919 года возвратилась в Россию и включилась в работу пропагандистского органа «Белых». После поражения «Белых» Тыркова и Вильямс вернулись в Лондон. Во время Второй мировой войны жила с семьей сына во Франции. В марте 1943 года на непродолжительное время была интернирована немцами и, как британская подданная, с 1918 года работала над биографией «Я». С Пушкина «Жизнь Пушкина» первый том опубликовала в 1929, второй – в 1948. В 1951 году семья сына переехала в США, поселилась в Нью-Йорке, потом в Вашингтоне. Опубликовала три тома воспоминаний. То, чего больше не будет на путях к свободе, подъема и крушения, умерла в Вашингтоне в январе 1962 года. Сын Тырковой Вильямс Аркадий Борман работал на радиостанции «Голос Америки». Сочинение «Старая Турция и Младотурки» год в Константинополе, Петроград, Тип Б.М. Вольфа, 1916. «Жизнь Пушкина», Париж, В.М.С. и Пресс Т1, 1929, Т2, 1948. На путях к свободе, Нью-Йорк, 1952. То, чего больше не будет Париж, 1954. From Liberty to Brest, Литовск, The First Year of the Russian Revolution, Лондон, Макмиллан, 1919-526, П. Черфула Дживер, The Life of Harold Williams, Be His Wife, Ариадна Тайркава Уильямс, Лондон, П. Дэвис, 1935, Кси, 337, П.